А Холмлендер, который попытался узнать по поводу жены Бутчера и ничего не добился, побежал к доктору Фугельбаум, который растил его из пробирки. И тогда заглядывал к нему маленькому, когда мы видели, что он с одеяльцем там сидел в камере. Доктор на старости лет в каком-то особняке разводит собак. Лучше бы Карпов разводил. Там бассейн такой большой. Это ретривер. Немецкая овчарка. Ретриверы вроде такие, как у Путина. С висящими ушами. Золотой ретривер обычно, что они золотистого цвета. Это 100% немецкая овчарка. Странно. Есть немецкие овчарки, а есть восточноевропейские овчарки. Это испорченные немецкие. Специально выведенные для охраны лагерей. То есть, она более здоровая, крепкая, большая, так сказать. Приспособленная к нашим климатическим условиям. Да, она больше, крепче. Потом, говорят, была осознана собака Сталина. Это черный терьер. Он весь лохматый. Вот вообще может достигужить. Еще страшнее. Ну, как-то это я, когда первый раз немецкую овчарку увидел. У нее вид настолько злобнее, блин. То есть, вот эта кривая спина. Я думал, больная. А это, наоборот. Да, она такая и должна быть. Ну, овчарка от слова овца. Как ты понимаешь? То есть, это пастушеская собака. Художественный фильм «Бэйб». Смотрел про поросенка. Помнишь, как они раз и всех овец загнали? Какие мозги у собаки. Очень забот. Они умные собаки. Врубаются во все. Но я как-то никогда не думал, что наши овчарки, а не для овец. Наши овчарки для людей. Для баранов, возможно. Но, тем не менее. В общем, доктор Фугельбаум. Фугель – это, по-моему, птица по-немецки. Баум-дерево. Птица-дерево, птица-дерево. И, в общем, к нему гмалендер-то с претензиями. Ах ты гад такой. Что ж ты сделал-то, блин. Дедушка про то, что он старый дед и уже сидит, может думать, только размышляя над своими ошибками, где он в жизни там ошибся. А этот весь там, блин, в претензиях, однако. Ну, типа, ты на мне опыты ставил, сука такая. Приехал я к тебе старый спросить тебя. Братва волнуются. Ну, я думал, убьет. Но нет, не убью. Ну, какие-то странные чувства он к нему питает, потому что явно никакой симпатии не испытывает. Ну, тоже, наверное. Этот над ошибками думает, а этот думает, как над ним ошибались в воспитании и тренировках. Это не сильно приятно. Ну, просто почему не убивает, не мстит? Да черт. Ну, взрослый, наверное. Можно было бы, когда беседа пустится. Он говорит, помню я... Отец ножом и пьяный. Мать в слезах, а я еще пацан. Да. Ну, профессора жалко, с одной стороны. Ну, т.е. это настоящий ученый, готовый там вообще на все. Вопросы этики, они для таких людей там на восьмом-десятом плане. А самое главное, тут опыты ставим на пацаненке. Как там? Воспитывал, воспитывал. И пока ты молодой, тебе кажется, что все это правильно, нормально, мы все победим, я все объясню. А когда вырастает, то и ты стареешь. А может быть, надо было не так, а может быть, тут нельзя было вот так. Тебя это терзает, мне так кажется. Гораздо сильнее, чем молодого, но, тем не менее, вот тут оба, так сказать, страдают. Ну, и по ходу он ему рассказал, как... Как на свете-то появился? Нет, там не про него, он про сына, что типа... Что от него как бы сына. Да, от него сын. Прикольно, ловко придумали, что там рубаху задрали, а там внутри живота светится. Светится. Здорово придумано. Дальше там потоки крови, ну, перевод идиотский обычно там, что-то там про роды. Там про то, что он клоу, да, что он когтями там вырвался изнутри, это гораздо страшнее, как мы понимаем. То есть, порвал ее. Да, ненормально родился. Да, да, да. А где он там захлебнулся в крови матери, то очень хорошо сказано. Хотя на самом деле наврал, пытаясь там спрятать, что этот, видимо, сынок, с точки зрения доктора, сынок-то еще страшнее, чем папа. Там же про улучшение пород, как там, хорошие производители, и дальше гораздо лучше. А с тобой, типа, не получилось. А на самом-то деле, наверное, получилось. И ребенка прячут именно потому, что... Получился охуенный яг-терьер. Да, яг-терьер, блин, да, из этих ретриверов. Ты-ка помнишь, он такой... А назовем, как папа, ты же сказал, что я это... Да, я же бесплодный, то есть, типа, от него там не бывает, да, оказывается, нет. Один спирматозует, да бежал. Прорвался, да. Он даже такой обрадовался. Отличная беседа, отличные эти сцены родов там, здорово, ловко снято там, блин, как такой коллектив подобрался, я не устаю поражаться. И сценарий отличный, и режиссеры, и актеры все, прям вот песня, блин, ловко, ловко. Но папашу так называемого не убил. Что странно. И из его рассказа он узнал, что жена Бутчера... Жена Бутчера обратилась-то не к нему, а сначала к Стилу. То есть, Стилу была во всем в курсе, и, получается, доктор подтвердил, что та ему наврала. Но не могла забыть это все. Невозможно. Попутно... Кто там Бутчеру показывал, как жена пошла вместе с Гомолендером, зашла в кабинет... ЦРУшницу. Да-да-да. ЦРУшницу посмотрела. Потом они там пробыли три часа. Через три часа она вышла. Там шуба заправлена в трусы, блин. Как с корпоратива. Да, с корпоратива. С туфлей в руке обулась. И там явно над ней надругался Гомолендер. В чем, так сказать, Бутчер лишний раз убедился, какая же эта тварь. И вот точно надо убить Гомолендера. А я вот лично, ну даже уже сейчас, посмотрев дальнейшие сезоны, и зная немножко больше информации этого эпизода, мне все равно вот до конца не кажется, ну или по крайней мере вот так то, как это показано, у меня лично не создалось впечатления, что вот она тут, она что-то добровольно приходит, и, ну да, выходит потрепанное, но вот так, чтобы что-то... Изрядно ощипанное, но не побежденное. Чтобы явно трактовать увиденное с этой камерой наблюдение как изнасилование, мне кажется, недостаточно. Вот я это расценил, и в дальнейшем я не особо отошел от этой мысли, что это Бутчер именно вот, исходя из его характера, но она не могла, типа. А тут есть поле для мыслей. Ну, он же сильнее, Гомолендер-то, всяко ее сильнее. Не, я про то, что она могла и добровольно, ну, а изменить ему просто. Может. Ну, там вот с моей точки зрения она на жертву изнасилования не похожа. Не похожа. Вот это железно. Кингала нет, морда не размазана. Он там Амура правильно подпустил. Разведчики там всякие. С элементами. Возможно. С языками. Физического насилия. Но так вот, чтобы... Ну, это ж... Мы же зрители, да? Зрителю показано вот так. И это не вызывает у нас доверия, что там произошел акт физического насилия. Может, за сиськи хватал, может, за жопу. Может, гонялся за ней, поэтому потерял туфлю. И блузка там вылезла из юбки. Ну, потому что если бы с тебя эту юбку содрали, то одевая ее обратно, ты бы точно блузку заправила. Например, для девочек аккуратность там очень важна. Изнасилованной она не выглядела. И это чисто механические действия. Вот хорошее изнасилование. Художественный фильм. Братья из Гримсби. Где Саша Кольт? Сидит. Да ладно. Что хули ты там? Вот видно. Пора повзрослеть. Вот там видно, да. Натрукались. Надежда целая, но все поведение персонажа такое. А тут нет. Ну, и вот мы увидели, как Бутчера грамотно тоже втянули во всю эту движуху. Завербовали, да? Можно же так сказать? Нет. Ну, чисто с профессиональной точки зрения, когда тебя вербуют, это ты бумаги подписываешь. Это одно. А тут тебя используют правильно. Сказали, беги, сделай то, что нам надо. Это несколько другое. Но сути, наверное, не меняет. Она грамотно показала. Он разозлился глаза. Я могу помочь вам его ебнуть. Ну, для этого тебе и показали. Для этого тебя и позвали. В общем-то. Точно так же, как Бутчер и Хьюи. То же самое абсолютно. Помогу расквитаться с этой тварью. Делай то, что я говорю. Хорошо получается. Вы видите, как в сказке Киплинга Пантера и Медведь развели Петона. Они тебя называли желтой рыбой и земляным червяком. И еще. Как еще? Еще червяком. Ну, пиздец вам его. Тоже сыручники, наверное, сука. Индийские. Ми-6. Там работало. Ты в курсе, кстати, что в оригинале Пантера. Это мужик. Да. Багир. Багир. Это у нас. Багир. Ра. Ну, потому что... Ну, у них вообще это... Нет. Род не обозначается. Ну, а пантеры... Пантеры – это все. Львы, тигры, леопарды – они все пантеры. Понимаешь? Да. И даже мой кот Васька. И твой кот Васька из пантеров. И тут он на меня иногда таким... Посматривает. Посматривает, сволочь. По-пантерски, блин. По-пантерски. А леопард... То есть, этот... Пантера... У нас пантерой называется черный зверь. А это, оказывается, леопард. Начнем отсюда. Никакая не пантера. Это леопард. Леопард. У которой, как бывают альбиносы, а у них черноносы. На нем даже... Сейчас фото... С определенным углом пятна видно. Удивительно. Никогда не знал. Вот такие открытия нас ждут.